Несмотря на ранний час, работа в кулинарной школе сахарений кипит. Перед юными кулинарами очередная задача – научиться делать вареники с фруктовой начинкой. Важно учесть сразу несколько факторов. Получиться должно не только правильно, вкусно, но и красиво, как это делают в лучших ресторанах и кафе мира. Многие из этих мальчишек и девчонок уже решили, кем хотят стать, поэтому с первых дней обучения стараются все делать по максимуму. Также ребята трудились и на очередных международных кулинарных стартах, откуда привезли большое количество медалей и наград. Это было очень непривычно. Во-первых, ты стоишь, ты ничего поможешь, ты знаешь, что ты уже готова. Ты должен стоять и рассказывать про свои блюда. Это было очень интересно, в принципе. Эмоции были вообще, дешкаливали. В свои 15 ученица школы сахарений Анна Варицкая уже добилась больших высот. В ее наградной копилке медали и дипломы из разных стран мира. Но это нисколько не сказывается на работе девушки в группе. Вместе со всеми она старательно трудится, потому что знает, как непросто бывает неопытным ребятам на соревнованиях. Для меня это был какой-то опыт новый, потому что, ну, мне было неважно, что я получу. Я хотела, я увидела, как я выросла, потому что я ввозила последний раз торт, это было в Румынию два года назад. После Румынии я всегда ввозила цветы и решила повезти торт. И я сделала свадебную, и я увидела, как я подросла в плане техник. Дипломы и кубки в студии Сахарения уже давно заполнили одну из стен просторного кабинета. Они как напоминание об успехах. Очередные заветные награды, привезенные с Международного кулинарного кубка и Чемпионата кондитерского искусства, уже пополнили большую витрину. И теперь будут приятным воспоминанием об интересной поездке и опыте, полученном во время приготовления конкурсных работ. Как итог, семь медалей, из которых две – высшего достоинства. Было очень много в этом году учреждений образования. То есть колледжи очень много приехало, привезли учеников в этом году. И, наверное, в прошлом тоже были учителя, то есть преподаватели колледжа тоже участвовали, что в новинку, потому что обычно преподаватели не участвуют. Вот участвовали, но достаточно много, то есть более ста работ все равно участвовало. Выставлялись они, готовили. Единственное, что не разрешили, конечно, проводить именно готовку в помещении. Поэтому только «Беларусь шоколадной» готовили десерты, остальные привозили с собой. Ну и вот кубок кулинарный тоже впервые было, там закуски, праздничный стол выставлялся. Тоже очень много учеников, что порадовало. Конечно, пандемия коронавируса внесла свои корректировки в планы школы. Отряда запланированных поездок все же пришлось отказаться. Однако наставники и ученики Сахарини нисколько не расстраиваются. Это время и будет им использовано на реализацию других, не менее интересных проектов.